календарь бабушку новый купила приехал в гости а природа ну тебя это мешает эта штучка я хочу тебе подожди дай дай я ее сейчас это перед перекину чтобы могли листать календарь а на кухне тебя с мышкой старый висит еще до до смышки листай январь такой немножечко до февраля и стоп не широкий и вот я купила и и сама не ходил после к ней говорю а как им пользоваться не знаю легко вот то же самое вот предыдущий месяц декабрь вот январь вот февраль и отрывать надо каждый раз по три штуки тут всегда будет предыдущий месяц тут будет настоящий месяц а тут будущий месяц на весь год будущий но тут декабрь потом как только январь происходит ты отрывал отрываешь вот здесь правильно потому что декабрь здесь средний до последний декабрь будет но лесни но лесни но последний листочек дай вот пишет декабрь а здесь у тебя будет последний месяц январь наверно январь 22 года подожди вон январь 22 тройной специальный такой бухгалтерский часы в общем я переводил q вот эту искал болтик искал болтик очень бабушка воткнула в общем англейки переводить нету болтиков ну проволочку надо сейчас посмотрим у тебя есть проволочки я завел часы все ходит все нормально вот и чем мы это сделали с тобой а лампочку поменял бабуля лампочка попитая перегорела вот это такая сталинская люстра о шить загорелась красотень такая у нее брашка вон видите кровать такая бабуля это одна спальня или полутора спальни но это полуторка наверно полуторка кровать такая ведь и деревянная ну этот комплект добыл шкафчик кроватка и вот такой трюмо и тумбочка вот такая вот такая для спальни вот такое все у ли у ли у ли блядя видите голова потерялась это мы мелкие были видать это а он где то есть до голова так нет уже здесь ее в другой там где то наверное а вот она вот башка лебеди я это слышь я куплю супер клей приклеим всем батарейки поменяли в этом в часах на кухне сейчас мы приехал чуть по чуть хоть сделать такой календарик у бабушки висит красивый он ведь батарейка белая у бабули сухарики сушит как всегда батареечка белая все все холодильничек белый все чистенько говорю да поменяли батарейки повесили на кухне все бабушка он магнитик уже припендурила лазаревская все красоты 75 ой пятьдесят седьмой пятьдесят седьмой пописать второй а он с 57 57 года ну да так ну все красиво это тоже вот эта штучка бабуль достала сберкнижки говорит давай посмотрим чем там на сберкнижках вот это ее сберкнижка тут 182 рубля на остатки но тогда-то восемьдесят восьмом году деньги были хоть какие-то но все-таки деньги а это дедушкина было выдано в каком году шестьдесят втором столь остаток 422 чтобы не понял подожди 60 до это шестьдесят второго года 420 12 сейчас посмотрим другие интересно что тут у нас так это что дедушкина тоже я не знаю сейчас глянем старенькая людмила николаевны это изберкнижка хочет туда-сюда туда-сюда иди сюда туда-сюда но тут снято выдано 100 рублей у тебя рубль пятьдесят шесть все выгребла ты и выгребла это современные чьем иван егорович и дедушкина сейчас мы глянем что тут на ничего не осталось ну да остаток тут 74 на десятый год 2010 год 74 рубля остаток а здесь у тебя 10 рублей на остатки а здесь на девятый год но здесь 74 да ну все в общем забрала ты ну тут ничего что нету ничего тут они пустые все ведь раньше на сберкнижках держали до деньги копейки вот эти блин но это бабуль надо идти в сбербанк с тобой вместе и вот эти книжки но дедушкиных книжек с дедушкиных книжек наверное навряд ли тебе вообще что-то отдадут получала а вот у тебя еще какая-то сберкнижка иван егорович тоже миллион сберкнижек вы вели а остаток 100 рублей на девяносто третий год было чет разных куча счет какой-то более бабушка говорит кушаю я калину черноплодную рябину говорит давай давление у тебя хорошее наверное ну вот у нее 133 на 80 73 пульс сто пятьдесят четыре на семьдесят восемь сто пятьдесят один на восемьдесят пять семь шесть пульс вот высоковатая что-то было 160 с лишним не тут студию сто семьдесят сто сорок два на 72 ну на 142 на 72 мне просто 92 так 142 в общем час у тебя высокого прям не бывает давление и бабушка говорит она даже некоторые 1 1 вид таблеток не пьет час канон уже потому что все таки калина и черноплодная рябина она помогает отеки спали вера шпирон пей пока что пейда потом потом вот пристариум потом сердечный вот какое-то ну это не какое-то это это у нас как называется конкор это пульс пульс нормализует пульс конкор лир камен лир камен он это артериальной гипертензии когда сейчас подсветку выключу слепите вот вы когда дожили с дедушкой ни разу вы не разговаривали о нем с ним вот когда жили даже уже здесь в трешке он не предлагал тебе может быть он предлагал тебе ты можешь не хотела переехать в свой частный дом вот даже в городе но в частный сектор куда-нибудь он ни разу не предлагал почему как ты думаешь ему и так в деревне надоело жить наверное да но он даже не хотел никогда не говорил об этом что он хочет в частном доме жить никогда не им удачи хватало просто мне интересно потому что я например захотел жить в своем доме и уехал вот тетя ленз дядь витя например они сами захотели в доме жить бабушки открыл бабушки баклажанную икру у нее там пюрешки всякий кефир вон стоит томатные соки тут у нее всякие варенье это калина тертая с сахаром томатный сок там фасоль открыл мазать на хлебушек мы запрещаем их погреб лазить без нашего в этом а как заключенная да и на стулья запрещаем вставать чтобы это плита аж ручку отломила ну вот так вот нечего не надо никаких стульев все эти залезу еще над достанем бабуле сейчас еду домой маме по дороге заеду она как раз я созвонился на горит за ельку и сметаны вот ячейку десяточек яиц и тесто может поставлю какой-нибудь и горючок мне позвонила я не знал что я к маме поеду а сейчас захотел поехать я взял я из домашних ну ладно играть и искупим и слоеное тесто бездрожжевое замороженное чем сейчас заеду магазин как раз себе хлеб плющу домой и погощу это до 7 часть полтора-два вот пробки пройдут все в городе сейчас 6 часов пробки будут по городу невозможные и поеду домой приеду покормлю птицу как раз напою всю птицу выгружу кстати отруби отруби вон у меня лежат видите купил 4 мешка отрубей и мешок пшеницы купил отруби пришлось покупать на небольшой базе 250 230 рублей пшеница 35 килограмм вот такие цены а первое немножко я у бабушки спрашивал слышь мам я тебя хочу спросить а вы с папкой ни разу не вот не разговаривали о том чтобы в частном доме жить было такое в как как в каком году примерно в девяностые наверное когда перестройка была у бабушки еще жили нет уже здесь уже жили еще до того как мы у бабушки жили вот был период когда продавали меня ли тогда еще в основном тогда еще продажка на меня там уже все муниципальные жгоды на частные дома у меня была такая задумка вот у меня тогда одноклассница в соседнем доме она поменяла свою квартиру на частный дом ну и я у отца спрашивала я говорю ведь вот как ты считаешь я говорю может давай поменяем это квартиру на свой вот этот вот эту двушку я говорю но там только так там надо или чтоб карман был или чтобы руки росли из того места откуда надо ты как на это сможет не маму я не потяну и на этом мы ну после этого я тогда дачу все-таки взяла после этого дачу взяли да я у бабушки спрашиваю говорю бабуль ты с дедом разговаривал он или может ты против было ли может он не хотел в частный дом почему он не продал трешку и в частный дом он же все-таки с деревни все она говорит никогда даже не говорил об этом я говорю машина у него на ему сдачи эта деревня надоела я когда дачу взяла ну ему дача хватало только дураки дачу берут и там жил потом я вот в лес езжу и мне этого хватает я все оттуда привожу и вернуты же не всегда сможешь в лес то есть а потом так и получилось шон жил на даче ну да в общем понять а была задумка до частный дом я сейчас даже а многие говорят у тебя же мама уезжает домой жить игорю ну потому что домик не предспособлен домик такой пусть бы даже он у меня был кирпичный пусть он был бы там без отопления но был бы кирпичный я бы там обогревать ли я там желание знаю может снегопадов ну парни то есть бы он был бы к зиме приспособленный хотя бы то можно было в любой момент накинул на себя ноги сунул валенки и вышел не то что в городе с третьего этажа соберешься спустишься оттуда придешь уже и не захочешь ничего а там как я на даче сунул шлепки пошел поэтому лето ты там живешь ну понятно пришлось ехать туда ты не представляешь своего счастья у тебя дом со всеми удобствами ты вышла и ты уже на даче тебе никуда не ехать ничего а сейчас не выгляжешь оттуда да не вспоминает вот той минуты когда она переживала так ну правильно так что нет на земле лучше на земле и если еще ты недалеко от города вообще шикарно и если у тебя есть возможность выехать туда то это вот это предел мечтаний я все думаю наверное когда это сашка не знаю когда построить дома я когда уже на даче ездить не смогу я к тебе приеду ну и приедешь будешь у меня буду огород взращивать правильно пока те там своя дача а потом да я дострою все надо достроить второй этаж первое делать потом уже и тебя и бабушку на все забрать и живите там берет там на несколько дней этого достаточно отвлечу ну понятно ладно пошли кушать я те вопрос задал мне было интересно услышать я все твои ролики смотрю многие конечно говорят против но это все таки в основном прям городские городские жители которые ну не хотят душа не лежит нет андрей против может быть еще те люди которым действительно уже сложно поднимать хозяйство потому что жить на земле это надо иметь свое хозяйство понимаешь а жить в своем доме и ездить в город за продуктами это но не каждый но сейчас доставка есть мам сбермаркет он бесплатно привозит сейчас все ну жить на земле и чтобы тебе сбермаркет что-то привозил до ну ничего ну ты все равно все не можешь мыло шампунь и что-то не можешь все равно хлеб покупаем что такое покупаем ну ладно а